Подборка мема с известным сквадом? Ты вставил мемы со мной? Есть мемы со мной, хорош, давай Блять, а где эта фотка была сделана? А, это на концерте? Блять, да пошёл ты, Дэн Камар! Да пошёл ты, Дэн Камар! Блять, что происходит у Леры? Да пошёл ты, Дэн Камар! Да пошёл ты, Дэн Камар! Пошла нахуй, ёбище! Ты куда лезешь, падла? Во, смотри, человек начал делать, блять, сука, нормальные тиктоки, вставляет всех из еблан сквада. Хорошо, молодец, учишься. Блять, очкастая! Беззубая мрази... Я пережила уже три конца света, два тысячелетия пережила Тех и этих, и мозоль от каблука, и налоговика, и тёмные века, и дождевые облака Не, я помню, вы что понимали, я с Лерой был знаком ещё до Дани, причём абсолютно случайно. У нас была конференция, и там сидела Лера, Томас, ещё одна девчонка, и ещё один пацанчик, который пытался косить на ванамаса. Был такой чел. И мы сидели в конфе, а потом я, ну типа все расходимся, получается, по своим мирам. И я узнаю, что, типа, Лера с Дани дружит, там, тучи-патуси, такой сижу и думаю, нихуя себе, прикольно. Хватит подчиняться. Свобода. Пора ебаться. Соломинка, лапоть, очкарик ебаный, бородатая козлина. Э, а где мой личный мем? А вот есть личный мем. Я сброшу на вас двести пятьдесят тысяч тонн тротила. А что он смеется? Я так не привык смотреть на Неллиу с этими, с розовыми волосами. Что его рулить? всем привет добро пожаловать на канал блогер сейчас узнаешь все новые тренды но я бы посмеялся просто я это уже смеялся над этим раз 50 так что уже не смешно придумай шутку где я сказал но не смотрел ее ребята я тут придумал темку одну хотите денег заработать держава не ржава затотыщу жопа ржава у меня лагает ролик это у меня спортсом что-то не то неистовый зверь оооо я под эту музыку кстати дрочил ну хотя реально хорошая музыка ну реально просто про секс увидели клип про эту песню сейчас вам покажу вообще там вы еще закончаетесь нет я не с этого во а почему когда я был маленьким это казалось прикольнее блять фу женщины размером в сотни раз превосходящие сосны быть я не ладно вот это ахуешь ну вот это вот это прям вообще же за так и будет вообще-то бой я просто помню первый раз когда я начал жить соло знаете что мы сделали с другом короче мы взяли мы же не знаешь такой переезд и я такой блять брат вот я перевожу туда всю технику да у тебя по сути больше ничего нет да а давай спиздим у моих родителей стол спорта меня и говорит они не будут против да не будет не будут короче я спиздил стол купил стул какую-то табуретку при все перевез а потом родители звонят говорят максим а чё за хуйня где наш стол я такой какой стол у нас стол был блять письменный которым никто не пользовался где он я говорю так он же вам не нужен вы же им не пользуетесь верни стол нахуй игру слушай а можно попользуюсь им немножко вы же все равно пользоваться им не будете быть верни стол нахуй мразь а игру ладно верну стол потом вы знаете нихуя не вернул потому что говорю постоянно я занят ой мама а еще мы сидели кали курили ну я не курил я смотрел как он кули курят мой друг он просто сделал калек у меня в комнате курил и мы сидели играли mortal kombat я бухал калек курил и бухал а я почему-то только бухал но я не курю потому что им блять потому что все они лишь хотят быть как я понимаешь ты никак мы не станет сюрприз денег нет нет вы чё думаете я в деньгах купаюсь у меня нет их блять блять а вообще зачем нужна вот это как это называется вот это ебаная херня под названием мерч но вот правда я еще замечаю что абсолютно все стримеры блогеры пытаются сделать мерч но нормального нормального мерча который можно надеть на себя его просто-напросто нет ну то есть в основном что делать тут сюда так берут и пишут там типа ну допустим вот так на 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 груди надпись там не знаю канала там типа эвелон там ген суха братишки но в сука мама клитор писька вот все на груди а некоторые вы заметили некоторые думают о чего-то более интересного гениального нахуй они додумались рисовать вот свое лого где-то вот здесь типа а а в середине на самое видное место абстракцию я такой думаю ебаный в рот но это же тоже какая-то хуйня исключением парочки исключений есть реально прикольные ребята с мерчом типа у лиды допустим прикольный мерч это правда прям у него реально прикольный ну или допустим вот даже не знаю у этого у шевцова бомж мне нравится ну типа просто что смешно это как раз троллинг вот такой хуйни хотя я не стал себе брать и они таки себя думают ебаный в рот надо придумать что-то еще круче чем это что можно придумать еще круче а давайте будем покупать ебучие дешевые коврики на рынке ставить туда наш логотип и делать все то же самое что делали с футболками но теперь с ковриками для мыши и будем продавать их нахуй как пиздаты экстрефаевские или другие охуенная идея не ну блять пиздец что это что это за хуйня просто вы даже не представляете сок вот за получается ухо я вообще делаю контент наверное лет двенадцать одиннадцать и сока за это время приходили и предлагали сделать мерч и каждый раз когда я спрашиваю а какой мерч на нахуй надо делать они говорят ну давай тебе логотип где-нибудь наебашем я только смотрю вы ебанулись давайте хотя бы ну если хотите сделать что-нибудь интересное они предлагают что-то интересное логотип где-то вот здесь и говорят ну смотри твои подписчики же должны покупать потому что это ты я думаю ебаный в рот а нахера вообще это делать ну допустим к примеру у меня вообще нет желания заниматься одеждой ну то есть я сам по себе считаю что вот одежда ну типа вот это ее количество различия это немножко странновато лично для меня вот мне стандартно там здесь вот честно будь у меня возможность я бы но покупился я просто одинаковых черных футболок и ходил бы в них просто блять оказывается что в магазинах их не оставляют огромное количество максимум четыре штуки хотя у меня есть блять изнаковые футболки я в них хожу ну то есть потому что я думаю типа нахуя мне покупать разные футболки если одну померил она мне как раз я одену еще раз ну то есть все очень просто ну вот и при этом все ну я даю себе отчет что я буду хуёвым каким-то модельером они же так называются ребята которые там что-то шьют я просто буду хуёвым в этом плане так что я хуй знает вот я бы вот реально если бы я что-то бы и делал если бы я что-то и делал какие-то информации я не знаю даже вот курсы по монтажу мне впадло это продавать потому что я понимаю любые вопросы как ну-ка допустим для новичков я могу на них ответить на стриме нахуя продавать за это ну то есть я не считаю что эти данные заслуживают как даже если их сжимать и подробно рассказывать расписывать не считаю что это стоит денег ну то есть хуй знает у меня просто в голове такая мысль есть что чтобы продавать что-то ты должен быть в этом максимально пиздатым то есть одним из лучших а эта мысль с точки зрения продаж это максимально неправильное потому что если посмотрите большинство курсов они сделаны именно людьми которые ну не самые самые пиздатые то есть допустим модельеры какие-то там мелкие они очевидно просто делают ну control c control v и кайфуют они не самые пиздатые не гениальные но они имеют большой бизнес телефонный берут какую-то основу пошли поехали работаем главное все это главное ну как это производство наладить это же все в этом плане просто но но блять у меня как это сломанная нахуй в этом плане психика ну эта позиция то есть если допустим я не умею играть супер охуенно там на гитаре я считаю что чтобы платили люди мне за обучение это ну типа воровство денег поняли о чем я говорю это самая странная хуйня блять надо короче от этого отказаться и зарабатывать на вас бабки все с этого момента я буду продавать каждое свое слово хотите что-то от меня услышать платите бабки все можно теперь осколки я вам принято ну да было хочу еще я все правильно сказал репом в доту играл мы выиграли момент когда училка на контроль не отворачиваешь друга на среднем ряду в надежде что глобастик что-то знает блять я вообще никогда в школе не надеялся что кто-то знает у меня у меня просто зрение было замечательное и я старался знаете как короче я когда пытался писать я себя чувствовал как на экзамене наруто на чунина то есть я понимал что меня нет никаких ёбаных дзюцу но у меня есть охуенное зрение и я прям вот так сидел шаринган сука вот так примерно сидел шаринган и я видел то что вот происходил у меня на соседнем ряду на передней парте и я просто такой так блять так я все вижу я вижу я вижу я вижу я вижу и я просто таким образом списывал понимаете но когда были парные ну то есть не было вариантов там я в этом плане вообще кайфовал то есть очень легко очень легко ребят то есть ты просто садишься и начинаешь так давай что там у тебя блять я не смотрю честно я просто блять пытаюсь понять что правильно что неправильно блять да оружие наркотики проститутки под ним у меня зрение прям хорошее вот что что у меня хорошее так это зрение это максимально странно потому что у меня в семье наверное у всех вообще у всех зрение хуёвое мама брат сестра бабушка тетя по моему даже у моего двоюродного брата который сейчас как раз учится в университете по моему тоже зрение такое хуёвенькое у меня при этом всем отличный идеально то есть меня в снайперы вот дай мне просто снайперскую винтовку я буду как вот этом фильме помните старым где чел ебашил в другого чела снайпера вот это я буду который немец ну в смысле блять который русский украла его трусы он искал ее долгих 7 лет потому что это были единственные трусы джеймса марьяна вернулась в лондон она совершает при выступлении я уже я помню где там набухался это вообще жесть посидели в кафешке короче все начали разъезжаться я смотрю мне до дома ну километра полтора ну и там я не только один из ребят не короче самый охуенный способ для списывания в школе который был я придумал абсолютно случайно у нас же были получается этакие костюмы то есть пиджачок рубашка и мы их надевали короче кажется это неудобно но вы не понимаете чем больше на тебе одежды причем легально тем больше возможностей списать вы же понимаешь такой пиджак пиджак на вас это значит у вас рубашка а здесь такой есть вареничок и как он называется не знаю точно а значит вы можете приклеить скотчем ответы вот сюда а если преподаватель вы просто можете сделать вот так и никто не увидит ничего она даже не подумал что могут быть ответы если это кто-то спалил если да второй вариант вы понимаете каком ряду вы сидите когда вы садитесь пиджак натягивается и у вас появляется здесь область вот тут такая сжатая и вы просто можете на внутреннюю сторону пиджака наклеить ответы и вот так смотреть и вы будете все видеть а и походит учитель вот такие типа да 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 что 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 елена владимировна да 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 что что то не так ну и мой самый любимый вариант здесь конечно же нужно обаяние использовать женщин для достижения своих целей короче но это опять же для ребят у которых с внешкой все пиздато и с харизмой если перед вами девчонка или справа сидит вы можете ей на ляжке нарисовать ответы вот это самое я правда использовал это один раз но рабочая хуйня а там давайте на самокатах бля так охуенно прокатились короче да пиздец разъебся нас чёртся сейчас спать буду с кем подруга можно а твой друг в юбке придет школу в душ и без меня нет самая смешная херня вот когда я видел что чувак почти спалился с ответами я вот это никогда не забуду в общем был чел звали его ну назовем опоху как звали в принципе зима его просто шахтер почему поймете дальше он ничего особенного не придумал у него были ответы на бумажке он держал их у себя получается под пахом то есть вот здесь сидел списывал и тут идет преподаватель такая говорит слышь от кота смотришь блять поднимись нахуй он говорит куда подниматься ну поднимись блять что там у тебя под поджопы ты держишь и мы такие все пизда ему но чувак оказался смекалистый он встает на стуле ничего нет препод говорит ну ладно садись в общем этот долбоёб нахуй жопы сука ответы смял и поднялся вместе с ними то есть мы просто видим как он поднимается и у него так задница и тут клочок бумаги нахуй торчит мы стоим мы смотрим на это говно думаю ебать ты гений или кто ты ты вообще адык ну как ты до этого додумался вот с этого я охренел жестче этого я ничего не видел то есть как он выкрутился ситуации это было охуенно правда бабушка не еди на меня бабушка тебе это не надо бабушка блять что глядите поездить в этой игре я уже давно не ездил в нее не смешно да потому что звук это мем прошлого года чё разве не смешно когда бабушки умирают я приготовил бы и казалось конечно как я готовлю это вообще охуенно причем ну там вообще не важно буду ли я стараться или не буду стараться там вообще пиздец чуваки короче ну ну ладно для вашего понимания я просто опишу несколько своих готовок как-то я нелли хотел приготовить макароны в сливочном соусе с креветками в результате я сделал нахуй суп лапшу с креветками ну вот так получилось помню хотел сделать пельмени я сделал кашу из пельменей ну вот 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 примерно вот так я готовлю и это я старался блять пиздец он еще спорно но не борю блять это логоткой вот ну все молодец теперь вы молодцы вы вставили мемы со мной теперь очень крутой классный очень хороший мем автору спасибо за подборку сегодня тоже стенки на видос надеюсь заценят это откуда можно узнать мимо смешно это как-то слишком много предлагаю убрать его вообще из нарезок только посмей как же прикольно быть идиотом на чужих ошибках я не учусь валяюсь в постели по похмельным субботам хоть все болит но не пойду врачу